Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова РФСО «Локомотив» — добрый день, спасибо, что пришли, мы очень рады. Впервые так подробно будем о художественной гимнастике здесь говорить в рамках нашего проекта, но и здорово. Давайте начнем, может быть, как-то глобально, но тем не менее. Ирина, для вас центр художественной гимнастики общества «Локомотив» — это что вообще? Вот если попробовать фабульно сказать. Ну это моя жизнь, это, наверное, мой каждый день, моя каждодневная история. Это центр художественной гимнастики, это гимнастки, это наши выдающиеся тренеры. И сейчас, конечно, жизнь очень насыщенная у нас в центре художественной гимнастики. И внутренняя жизнь РФСО «Локомотив», и жизнь наших гимнасток, выступления, соревнования на уже, на более крупных соревнованиях, на всероссийского масштаба и международного масштаба, они тоже сейчас все равно присутствуют. А вообще мы там подробно сейчас будем говорить, и в том числе и о новостях, о событиях, которые происходят с вашими воспитанниками в рамках центра, и о других соревнованиях, конечно, тоже. Но для начала о ключевых событиях этой недели, новости, которые мы собрали скрупулезно всей спортивной редакции, и сразу продолжим. Футболисты сборной России в Санкт-Петербурге переиграли команду «Ирака» 2-0, отличили все игроки московского «Локомотива». Антон Миранчук открыл счет, а Сергей Пеняев удвоил преимущество и стал самым молодым автором гола в истории отечественной сборной. Хоккеисты «Лока» в сухую выиграли четвертьфинал Кубка Харламова против столичного МХК «Спартак». В третьем матче серии ярославцы в гостях разгромили соперника 7-1. Дубль на счету Даниила Бута. Первый матч полуфинала «Лока» проведет 3 апреля в Ярославле. В заключительном выездном матче предварительного этапа Суперлиги калининградский «Локомотив» встречался с «Минчанкой». Гости взяли вверх 3-1. Самой дутативной в составе «Лока» стала Юлия Максимова, набравшая 27 очков. «Локомотив» Кубань уступил в последней игре регулярки единой лиги ВТБ на выезде ЦСКА 74-94. Это поражение лишило краснодарцев преимущества своей площадки в плей-офф. Четвертьфинал против пари «НН» стартует в Нижнем Новгороде 31 марта. Женская сборная России «Ю-16» выиграла чемпионат Федерации футбола Южной Азии среди девушек до 17 лет. На турнире в Бангладеш россиянки победили во всех четырех матчах с общим счетом 17-1. Капитан команды Елена Голик признана лучшим игроком турнира. РЖТВ «Только спорт» мы продолжаем говорить о художественной гимнастике. Итак, прошлый год, 22-й, был для Центра художественной гимнастикой РФ «Локомотив» довольно-таки насыщенным. И об этом имеет смысл поговорить даже в конце марта, правда ведь? Да не только насыщенным, но и достаточно успешным для наших гимнасток и тренеров. Я могу сказать с уверенностью, что соревнования среди ДСО и ведомств вышли сейчас в российской гимнастике на новый уровень. И кроме гимнасток, которые выступали у нас на соревнованиях юной гимнастки, это младший возраст гимнасток, появились новые соревнования, называются они «Всероссийские соревнования возрождения» для гимнасток более старшего возраста. Это соревнования новые, они проводились в 2022 году только второй раз. И мы стали лучшими гимнастками России среди ДСО и ведомств. То есть РФ «Локомотив» — это лучшее общество среди гимнасток старшего возраста. Поздравляем с этой победой. А что значит этот успех на самом деле? Успех. Ну, мне кажется, самое главное в нашем успехе — это то, что дети более старшего возраста, они малыши, что мы доводим до этого возраста, что выступают гимнастки по программе мастеров спорта, по программе кандидатов мастера спорта, и много лет в гимнастике отдают. И в итоге 8 гимнасток по программе мастеров спорта и 8 гимнасток по программе кандидатов мастера спорта выступали, представляли сборную РФ «Локомотив» на всероссийских соревнованиях «Возрождение», а также команда в групповых упражнениях — 6 человек. Это тоже по программе кандидатов мастера спорта и мастеров спорта. И такая большая сборная представляет общество, и мы заняли первое место на этих соревнованиях. Достойный результат. Если говорить в целом о команде, есть у вас база в столичном регионе, но ведь это не только эти воспитанники. Что это за команды? Кто воспитанники? Кто тренеры? Вообще гимнастика «Локомотив» объединяет большое количество гимнасток. Это более 2000 гимнасток, которые принимают участие в соревнованиях общества «Локомотив». И география тоже очень широкая. От Владивостока до Калининграда. Во многих городах, областных центрах существуют секции художественной гимнастики «Локомотив». Гимнастики у нас не только в секциях, конечно, это уровень такой более физкультурно-массовой направленности. Основные лидеры, конечно, у нас учатся в училищах Олимпийского резерва, и они тоже представители общества «Локомотив» в школах Олимпийского резерва. В Москве училище Олимпийского резерва номер один. Наши представители под руководством главного тренера Кузовлева Юлия Алексеевна тренируются. Очень хочется отметить Нижегородское училище Олимпийского резерва. В принципе, Нижний Новгород – это всегда база для групповых упражнений, которые представляет наше общество на всех крупных соревнованиях. Поэтому и география широкая, и количество гимнасток у нас очень-очень большое. Две тысячи – это… Более, я думаю, двух тысяч. Даже больше? Да. Как уследить за всеми этими талантами? И вообще надо ли скрупулезно наблюдать за всеми подрастающими прекрасными спортсменками? Конечно. Наши соревнования проводятся, начиная с самого юного возраста. И вот из истории даже всех наших гимнасток, вот мне хочется такую историю рассказать, напомнить. Ну, как бы тренеры гимнастки общества, в принципе, знают. У нас такая девочка была из Самары, Ксения Полякова. Она была самая юная такая, там, 5-6 лет начинала, ездила на соревнования с бабушкой. И в итоге сейчас Ксения Полякова – заслуженный мастер спорта, чемпионка мира, сейчас тренер. Работает по-прежнему в городе Самара, воспитывает новых гимнасток. И, в принципе, с самого юного детства, юных своих лет, она всегда была в обществе. И сейчас тренер общества «Локомотив». Поэтому, да, мы отслеживаем детей с самого юного возраста, и вырастают они. И очень здорово, что они сохраняют верность своему спортивному обществу. То есть есть уже такие истории, что кто-то приходил со всем ребенком и уже тренирует. Конечно. И уже стал тренером, да. А сейчас у нас очень много контрольных тренировок для отбора детей. Проводятся они под руководством тренера сборной России, юношеской сборной Екатерины Сергеевны Сиротиной. И также вот мы своих детей, и также все спортивное общество туда направляют детей для отбора самых юных, самых талантливых, самых выдающихся гимнасток и для спортивного отбора, для спортивного резерва. Путь к спортивным вершинам очень непрост. И об этом тоже, как всегда, в нашей рубрике. Смотрим и возвращаемся в студию. Она училась на режиссера, а стала чемпионкой при Волжской магистрали по настольному теннису. С детства для Ирины Филипповой спорт был на первом месте. «Я легко жертвовала уроками. Ради участия в соревнованиях, смеется Ирина. Бегала, плавала, очень любила футбол». Однажды во время дворового матча к девочке подошел тренер и позвал в команду. Шел 1982 год. Футбол был мужским видом спорта. Ирина стала единственной девочкой в команде, но активно тренировалась наравне с мальчишками. После школы Ирина поступила в училище культуры на режиссерский факультет. Несколько лет работала в детском лагере «Юный железнодорожник». В 1999 году, когда ее должность сократили, девушка пришла работать в РЖД маляром астраханской дистанции гражданских сооружений. Ирина стала участвовать в железнодорожных соревнованиях по легкой атлетике. Самостоятельно освоила настольный теннис. Тренировалась в обеденный перерыв. Однажды коллеги заметили «У тебя хорошо получается, давай к нам в команду». На первом же турнире Ирина заняла третье место среди спортсменов в Приволжской магистрали. А в 2022 году стала чемпионкой. Еще одно увлечение железнодорожницы – рыбалка. Отец пристрастил, научил обращаться со снастями. Ирина стала одним из организаторов сетевого чемпионата по спортивной рыбалке в РФСО «Локомотив». Как только ушла из оргкомитета, заявилась как участница и сразу победила. «Жить в Астрахани и не рыбачить невозможно», – говорит железнодорожница. Мой самый большой трофей – щука, весом почти 6 килограммов. У чемпионки есть свой секрет удачного клева. Я беру с собой хлеб и прикармливаю со словами. «Ловись, рыбка большая и маленькая, но лучше большая», – делится Ирина. Муж железнодорожницы шутит. «Угораздила же меня так жениться». На футбол – жена. На рыбалку – опять она. Впрочем, увлечение Ирины захватило всех ее родных. В 2015 году семья Филипповых завоевала серебро на дорожных соревнованиях по спортивному ориентированию. Вместе с сыном супруги Филипповой часто выезжают на природу. Палатки, костер, рыба и футбол. «До сих пор люблю мяч набивать», – говорит Ирина. «Мечтаю сыграть за железнодорожную команду». Только спорт на РЖД ТВ. Мы продолжаем говорить о художественной гимнастике. Ирин, вы говорите, все-таки большое количество гимнасток по всей стране. Что для вас важнее – спорт массовый или спорт высших достижений все-таки? Имеет ли смысл вообще как-то разграничивать эти понятия, если говорить о вашем обществе в целом? Мы обществу железнодорожников, мы, конечно, хотим, чтобы наш вид спорта был массовым. В принципе, мы для этого и все делаем. У нас соревнования проводятся не только для спортсменов, скажем таки, высшей какой-то спортивной категории или высшего спортивного мастерства. Мы проводим соревнования, есть такая у нас еще категория «Б». То есть это для гимнастов, которые занимаются в выздоровительных группах. Ну, чаще всего это дети железнодорожников, дети, которые занимаются в секциях, и у которых нет принадлежности к высшей школе Олимпийского резерва, которая посещает тренировки там 3-4 раза в неделю. Мы проводим для этих детей тоже соревнования. Они у нас тоже занимают места, выполняют младшие разряды на каких-то там соревнованиях самых простых. Но очень хочется, чтобы, конечно, среди всех этих гимнасток, среди всех наших гимнасток, были лидеры, и они у нас есть. И, конечно, я хочу этих гимнасток отметить, лидеров нашего общества спортивного. Карина Киреева у нас совсем недавно стала победительницей Кубка чемпионов. Проводились соревнования в Москве в Гран-при. И Карина впервые стала победительницей этой соревнований. Арина Янковская, тоже лидер нашего общества, победительница чемпионата России в отдельных видах многоборья. Александра Скубова, тоже все знают Сашу Скубову, она и приходила на передачу, тоже наша гимнастка. Взрослые гимнастки, гимнастки, выступающие по программе мастеров спорта, которые уже много лет в нашем спортивном обществе. Победительница, Саша, соревнований в Возрождении, победительница многочисленных международных соревнований. Подрастают многие у нас гимнастки уже нового поколения. Они, правда, выступают еще по юниорской программе, но тоже они у нас есть. Детки новые, интересные, тоже растут у нас в спортивном обществе. Поэтому у нас неотъемлемо и мастерство, высшие спортивные достижения и, конечно, массовость тоже. Я перед нашим эфиром посмотрел по поводу того, кого вы ждете в своей секции. Группа начальной подготовки с трех лет. Честно говоря, у меня не укладывается в голове, как можно вот это прекрасное создание трех лет уже чему-то научить в плане художественной гимнастики. Это же все достаточно сложно. Вот как все происходит? Ну, в три года, наверное, учить ей, в принципе, ничему не надо, пока они только приходят и знакомятся с художественной гимнастикой. Это красивый шаг, это больше в игровой форме занятия, это просто введение в этот прекрасный мир художественной гимнастики. Потом уже, конечно, в спортивную школу у нас дети приходят 6-7 лет. А в начальной подготовке у них просто знакомство, скажем так, с этим видом спорта. А что касается вот этого таланта, да, когда действительно можно увидеть в этом прекрасном юном человеке, маленькой девочке, задатки большого спортсмена? Ведь наверняка вы наблюдали, ну, абсолютно точно наблюдали рост самых серьезных спортсменок российских. Есть, конечно, дети, приходят сразу талантливые, бывает такое. Но я думаю, что в большинстве случаев это, конечно, трудолюбие гимнастки и, конечно, талант тренера. Потому что сейчас такая сложная художественная гимнастика. Да, хорошо, если у девочки есть свои качества природные, физические. Но раскрыть гимнастку может только тренер. И таких тренеров тоже у нас в обществе очень много. Это заслуженные тренеры России. И Скалдина Оксана Валентиновна, все знают ее как прекрасную гимнастку, бронзовый призер Олимпийских игр. Кузовлева Юлия Алексеевна, которые вот эти два тренера сейчас, их гимнастки выступали на всех крупнейших соревнованиях и очень достойно представляли наше спортивное общество. Кроме там Ирины Викторовны Савкина, город Белгород, это тренер, все знают, нашей единственной пока олимпийской чемпионки Натальи Зуевой. Поэтому тренеры это очень многое значат в жизни гимнастки. Спасибо тренерам за их труд. На самом деле очень сложная работа. Что касается конкуренции, известно, что действительно художественная гимнастика в России высокого уровня может произвести, с вашего позволения, мастеров. Как выбирать действительно сильнейших, когда и насколько это сложно? Конкуренция высочайшая вообще в художественной гимнастике. Наши девочки достойно представляют общество, но у них есть и конкуренция и между собой. То есть каждое соревнование – это новый опыт. И в принципе какой-то есть состязательный момент даже между гимнастками одного и того же тренера, которые действительно выступают на соревнованиях высокого уровня. Поэтому у нас вот, когда у одного и того же тренера две или три гимнастки, которые выступают на всероссийских соревнованиях, это всегда интрига. Потому что всегда сейчас в гимнастике каждое упражнение, оно имеет свою роль. Вот, например, небольшая какая-то потеря или что-то, небольшие какие-то промахи. И в одном упражнении вот они могут девочку просто очень далеко откинуть назад. И в принципе важно сейчас очень стабильно выполнить именно четыре упражнения. И тогда, конечно, уже по итогам многоборья уже будет ясен сильнейший спортсмен. – Подготовка к соревнованиям – это перманентный процесс или вот какой-то турнир там глобальный, и к нему ведется какая-то планомерная подготовка? Как это все происходит? – Ну, вообще гимнастика – это, по-моему, колоссальный труд гимнасток и тренеров. – Я в этом не сомневаюсь точно. – Это каждодневные многочасовые тренировки. Это, я не знаю, они отдыхают по 2-3 недели в год максимум. У нас все соревнования, например, начинаются в начале года. То есть от новогодних праздников у тренеров никогда нет у гимнасток. Уходят 30-го, они 31-го оттренировались, 2-го они уже на тренировке. И летом отдых – это, ну, на неделю, на две, если тренер отпустит, это очень хорошо. Очень большой календарь соревнований, очень много новых соревнований, именно российских и всероссийских. И поэтому гимнастки, которые выступают на таком серьезном уровне, тренировочный процесс, мне кажется, он безостановочный практически. Конечно, у гимнасток, которые готовятся к менее крупным соревнованиям, там немножко попроще, наверное, у них и режим тренировок, и тренер строит календарь по-другому. Но, действительно, если гимнастка высокого уровня, это бесконечный труд, просто бесконечный. Мы с вами в марте беседуем. Уже случился ряд турниров. Что-то можете выделить из того, что за эти 2-3 месяца уже произошло? Да, в начале 2023 года проводится достаточно большой количество всероссийских соревнований, и мы провели свое одно внутреннее соревнование, первенство РФСО «Локомотив». На нем мы отобрали сборную команду для участия в первенстве России, в чемпионате России. Наши гимнастки достойно представляли общество на всех этих соревнованиях. Арина Янковская у нас и Карина Киреева завоевали бронзовую медаль в отдельных видах многоборья чемпионата России. Александра Скобова и Карина Киреева стали победительницей в командном зачете чемпионата России. Совсем недавно прошли такие крупные международные соревнования гран-при, и я уже говорила про Карину Кирееву, которая тоже стала победительницей этих соревнований. Анастасия Власенко у нас, гимнастка, которая выступает по юниорской программе, тоже достойно выступила на этих соревнованиях. В принципе, есть у нас уже итоги некоторые. И про групповые упражнения хотел еще отметить, что Нижегородская школа художественной гимнастики опять достойно представляла общество и на первенстве России, и на чемпионате России. И тоже мы на пьедестале оказались этими командами. Поздравляю, здесь очень кстати будет наша рубрика «Лок вперед». Давайте ее посмотрим, и после этого продолжим беседу. Вперед, Лок! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это только спорт на РЖДТВ. Мы продолжаем говорить о художественной гимнастике. Ирина, вы с пристрастием следите за художественной гимнастикой в стране. Вот если честно, хватает ли еще время на что-то другое? В плане спорта, например. Ну, то есть посмотрите ли еще по сторонам? Ну, мне кажется, все гимнастки всегда любят спорт, который близок к ним. Ну, наверное, это в первую очередь фигурное катание. Мы очень любим, всегда болеем тоже. У всех есть свои какие-то лидеры, которым действительно мы пристрастны. Синхронное плавание. Я думаю, что эти виды спорта. Я люблю еще лично хоккей, потому что у меня муж хоккеист, наверное, поэтому. Вот. Поэтому вот эти виды спорта мы тоже смотрим, болеем. Но как бы в обществе у нас, в спортивном обществе, локомотив, кроме этого, еще развиваются другие виды спорта. У нас сейчас борьба очень хорошо развивается. Тоже интересно смотреть на этот вид спорта. Ну, и также у нас есть и локобол в обществе, то есть футбол тоже. Мы иногда даже принимаем участие в показательных выступлениях на таких вот мероприятиях внутренних спортивных обществах по другим видам спорта. Безусловно, железнодорожная семья спортивная, она огромная. И мы всегда с удовольствием следим за тем, что происходит вокруг, в том числе и в РФСО «Локомотив». Ну, а прямо сейчас наша рубрика «Лока СММ» о том, как провели эту неделю разнообразные железнодорожные клубы. Смотрим. 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 Смотрим.